Она умница, красавица, она автор замечательной книги, которая называется «Африка. Все тонкости». Я с огромным удовольствием её приглашаю, потому что она ведёт замечательный блог, в котором рассказывает абсолютно всё про Африку. Честно, беспрекрасно. У меня столько для неё вопросов. Итак, Наталья, где вы? Так хочется скорее подключиться. Ну-ну-ну-ну-ну. У Натальи больше двух, я не знаю, несколько тысяч, сотен тысяч следят за Натальей, за её успехами. Я слышна. Я себя вижу, Елены не вижу. Я тоже. Она умница. У неё четверо детей. Вы представляете, четверо детей. Да, не видно. И она, по-моему, вот очень сейчас не может присоединиться. Почему не может? Так, Наталья, попробуйте ещё раз. Почему-то говорит, что Наталья не может присоединиться. Друзья, ну подскажите мне, что делать? Почему Наталья не может присоединиться? Может, я ей пошлю запрос? Давайте я ей пошлю запрос. Отправлю запрос. Ожидание. Мне очень интересно поговорить с Наташей о её детях. Ой, да, получилось, Наталья. Всё. Мы сделали это. Здравствуйте. Ещё раз. Что происходит? Ну, прямо ужас-ужас, что происходит. Но мы справились, и это самое главное. И наши зрители с нами. И давайте скорее начнём, потому что мне так интересно про вас узнать абсолютно всё. Во-первых, я вначале просто, чтобы отстреляться с темой, которая всех волнует, и потом будем говорить только о вас, о вас, о вас. Скажите, что у вас там с ковидом? У вас там локдаун или вообще как страшно? Потому что, смотрите, у нас всё время говорят, а вот в Америке так-то, так-то. А вот в Европе, в Испании, в Италии так-то, так-то. И вообще никто не говорит, а как там в Африке, вот в Гане. Как у вас с этим делом? Вы знаете, говорили про Африку тоже, говорили, что летом нас накроют. Да, была такая информация. Мы всё ждали. У нас события развивались медленно. Но они развивались. И я считаю, Гана сработала неплохо в этом плане. Потому что много было предпринято вещей, да, много каких-то мер было предпринято. Перед всеми магазинами, отелями, какими-то общественными, да, местами были выставлены контейнеры с водой, с мылом, санитайзером, да, все абсолютно мыли руки, носили маски и так далее. То есть народ дисциплинированный? Что-что? Народ дисциплинированный? Ну, в принципе, да. В принципе, я могу сказать, что неплохо это всё было. Закрыли школы, церкви, отменили свадьбы, похороны. Действительно, летом был какой-то пик определённый. Но потом дело пошло на спад. И сейчас все расслабились. Сейчас статистика очень хорошая в Гане. Как бы эпидемия сходит на нет. Я не знаю, благодарить ли нам погоду, да, жаркое солнце, которое нагревает все металлические элементы и так далее, убивает вирус. Или такую жизнь местную, африканскую, которая проходит больше на открытом воздухе, да, чем там в торговых центрах и в офисах. Но, в принципе, дела идут неплохо. Правда, школы ещё не открыли. Открою только в январе. Это моя единственная печаль. Потому что у меня... На него очень обрушилось много работы. Елена, плохо слышу вас почему-то. Вот было неплохо слышно, а сейчас стало слышно хуже. А может я поближе сейчас подвину? Вот так нормально слышно? Да, вот получше. Хорошо. А ваш муж врач, на него обрушилось много работы сейчас? Знаете, он хоть и врач, но он не работал вот с этими больными ковидными. Он работал в отделении скорой помощи, которую не касаются эти больные. И в отделении травматологии. Поэтому он на себе не почувствовал этого наплыва пациентов. Для них выделили отдельные больницы. Сразу их отсеивали как-то и отдельно отправляли. В комментариях подсказывают. И действительно, я хочу это заметить, что опыт эболы, который был в соседних странах не так давно, он много долганит. То есть здесь умеют справляться с эпидемиями. И, в принципе, справились неплохо, я считаю. Хорошо. Теперь давайте о вас поговорим, Наталья. Вы вышли замуж за африканца. Скажите, как это было 10 лет назад? Где вы познакомились? Сколько вы встречались? Было ли страшно? Знаете, он учился в России, учился на врача. Нас познакомили общие друзья. И до свадьбы мы где-то общались 2 года, даже больше. И была возможность друг друга узнать, познакомиться с его друзьями, с ним самим. И потом уже принять решение о замужестве и переезде. Многие спрашивают, как я решилась вообще переехать. Но в первую очередь я решала, выходить ли замуж мне за этого человека или нет. А вопрос переезда, он уже как бы стоял следом, вместе. Ну, подождите, не спешите, не спешите, подождите. Вы в каком городе у нас учились? Вы где учились? В Санкт-Петербурге. Я жила в Санкт-Петербурге, да. А вы учились в Санкт-Петербурге? Вы вместе учились? Нет, нет. Я вообще педагог по образованию, он врач. И нас познакомили общие друзья. То есть я уже работала на тот момент. Для него это тоже было второе образование. А ваши родители? Как его приняли? Ваши родители, ваши друзья? Были ли косые взгляды? Вы знаете, на удивление от родителей и друзей я не встретила какой-то конфронтации. Да, резко не было. Косые взгляды были со стороны от каких-то прохожих случайных. Но нас они не волновали, да. Родители мои, наверное, были удивлены, да. Может быть, были в шоке. Но они не были категоричны. Они предоставили мне возможность решать, да. Мне возможность как-то разбираться со своей жизнью. За что я им благодарна. Ну, хорошо. А вот вы привели его как-то? Или вы заранее предупредили родителей? Как это произошло? Они знали, что у меня есть друзья-африканцы. То есть мы... Я познакомилась с его другом на какой-то молодежной программе. И мы какое-то время общались. То есть для них это не было таким вот сюрпризом. И некоторые считают, что я там скрывала его до последнего, да. Боялась. Нет. Они изначально знали, что мы общаемся. Когда дело пошло к свадьбе, уже к каким-то серьезным намерениям, я думаю, они призадумались, как-то испугались, может быть. Но изначально они знали, что мы вместе, что мы общаемся. Может быть, рассчитывали, что это сойдет на нет, да, наше общение. Но на нет оно не сошло. Вот. И они приняли в итоге. И свадьба была в Москве, да? Что-что? Свадьба была в Москве? В Петербурге. Мы же в Петербурге были. Да, да, да. В Петербурге. Да. Свадьба была в Петербурге. Причем его родители не присутствовали на свадьбе. Были какие-то его друзья, одногруппники. Вот сейчас близится наше десятилетие, да, годовщина нашей свадьбы. И мы думаем устроить уже такую свадьбу, да, здесь, для его семьи. Потому что они тогда не присутствовали, к сожалению. А когда вы решились переезжать в Африку, вам родители говорили, ты с ума сошла, куда ты едешь? Ты из Санкт-Петербурга, культурная столица России. За нами... Хотела сказать, что я потом поняла, что неудачный пример с его африканскими корнями. Знаете, нет, такого они не говорили. Но я до замужества была в Гане. Для меня это было важно. Приехать, посмотреть страну, понять, да, для себя могу ли я здесь остаться или нет. Познакомиться с его родителями. Для меня это было важно. Поэтому еще до свадьбы, до вообще всего, мы купили билеты и приехали в Ганн на три недели. Вот. И тогда вот я ехала и думала, ну, насколько мне эта страна должна не понравиться, да, чтобы я все как бы остановила, да, и сказала, нет, все, давай расставаться. То есть я готова была принять эту страну. И мои родители тогда, возможно, надеялись, что я посмотрю на Африку и решу, что нет, да, нет, не стоит. Вот. Но опять же, этого не произошло. Как восприняли его родители? Вот вы пришли. Какой-то... Знаете, интересный вопрос, потому что мы обычно думаем, что вот, африканцу повезло, да, что он женился на Европейке, да, все, должны быть все счастливы. На самом деле здесь тоже существуют стереотипы относительно белых женщин, их там хозяйственности, того, как они готовят, того, как они общаются с родственниками. Поэтому... А какие стереотипы? Подождите, какие стереотипы? Ну, например, они считают, что... Да, они считают, что европейки не умеют готовить. Ну, действительно, наша кухня отличается, наша кухня отличается. Мы не используем столько перцев, столько специй. Поэтому, ну, для местных, наверное, наша кухня, она невкусная. Вот. Потом ганцы, они живут большой семьей, общиной, да. У нас все-таки уклад общества другой. Как бы я, мой муж, мои дети, да, все остальные родственники... Нет, не так близко, да, вы там где-то... И, конечно, его родители боялись этого. И даже когда мы приехали в Ганну, они с нами разговаривали, и они меня, как бы, настраивали, да, на правильный лад, что у нас общество вот так вот сложено, что, становясь частью нашего общества, да, мы ожидаем, что ты будешь вести себя вот так вот. Ну, я к этому отнеслась хорошо. И, на самом деле, у меня не было проблем, да, ни с его родителями, ни с его роднёй. Мне было легко принять их устои. Ну, и они, имея опыт общения с европейцами, тоже не особо вмешиваются в нашу семью. А вы живёте отдельно от родителей? У вас отдельный дом или отдельная квартира? Да, мы живём отдельно сейчас. Мы первый год жили с его родителями, потом переехали, да. Ну, я считаю, что ещё во многом это мудрость моего мужа, который не допускает. То есть он слышит какие-то комментарии от своих родителей, возможно, от своей мамы, но он решает, донести их до меня или нет. Может быть, он сам решит это, и мне даже, я даже не знаю, что там происходит. Какие-то моменты вы не скажете. А вы на каком языке разговариваете? На каком языке разговариваете? На английском, на английском. И с его родителями тоже на английском. И с родителями на английском. Скажите, у нас в стране, вы знаете, очень много шуток про тёщ. Нет, не про тёщ, а про свекровь, про свекровь, да? Мне кажется, что это такие-то про тёщ есть. А в Гане, в Африке, тоже шутят над свекровью? Я не слышу. Нет такого. Я принимаю хорошо. Да-да-да, и я принимаю его родителей. И Франк с огромным уважением относится к моим родителям тоже. Здорово. Сейчас минутка. А родители по WhatsApp познакомились? Ваши родители? Ну так, видели друг друга? Они не виделись. Они немного виделись онлайн, скажем так. Мои родители никогда не бывали ещё в Гане. Я надеюсь, что скоро этот момент настанет. Что и мы морально, и они морально будут к этому готовы. И вот мы даже думали, может быть, в следующем году. Но не знаю, как с этим ковидом. Он всё-таки напутал планы немного. Скажите, а вы не сталкивались с белым расизмом? Когда африканцы на вас косятся и говорят, ну вот, тоже понаехала здесь. Сидел бы там в своей стране. Очень надо. Вы знаете, вот какое-то притеснение на расовой почве, да, оно существует. Но это очень малая доля, скажем так. То есть это настолько редко происходит, что, ну даже не знаю, стоит ли об этом упоминать. То есть со мной такого не происходит. Может быть, один раз мне там кто-то кричал, уезжай в хижину своей матери. Имею в виду, что я должна вернуться домой, да. Но в общем и целом гансы очень гостеприимны и очень дружелюбно относятся к белым людям, да, к европейцам. То есть даже вот недавно я была на свадьбе, я пришла туда без приглашения. Просто, ну, я знала, что там будет свадьба учительницы из нашей школы. Я решила её посетить. Но в итоге настолько мне были рады, что меня усадили там на почётное кресло за молодожёнами, да. Ну, вот во всём это проявляется, такое гостеприимство. Там сидишь в очереди, кто-то подойдёт, спросит обязательно, что вам нужно, чем вам помочь. Да, вот такой вот. Так что в этом плане здесь комфортно. А когда вы решились рожать, вы уже были в Гане или здесь ещё забеременели? Первого ребёнка я родила в России. Для меня это было важно. В комфортной обстановке дома, чтобы родители были рядом, да. А второго ребёнка тоже получилось так, что в России. Ну, так сложились обстоятельства. Просто в это время я была в России, и я решила остаться. А третьего и четвёртого двойню наших я рожала здесь. Причём даже не в столице, а вот в провинциальном нашем городе. Правда, в частной больнице. Вот. Ну, я осталась полностью довольна, с вниманием, и врач со мной был, всё было прекрасно. Скажите, а в Москве, когда у вас родились дети, сколько им было лет? Они уже в сознательном возрасте? Ой, я имею в виду в Петербурге. В Петербурге, ага. В сознательном возрасте или маленькие ещё были? Мы переезжали, когда старшему был годик, маленький ещё. Но вот потом мы приезжали с ним, когда я рожала второго. Да, ему было уже там два-два с половиной. Ну, и вот стараемся раз в полтора года, в год приезжать всё-таки. То есть они Россию знают и помнят. Вот. Вот хотела спросить, как бабушки и дедушки к ним относятся? Как они их там... Прекрасно, прекрасно относятся, да. Конечно, скучают. И бабушки и дедушки скучают по ним, и мальчики скучают по России, и по родственникам там. Жаль, что вот так вот мы далеко друг от друга находимся, но... Слава Богу, что есть интернет, можем на друга смотреть чаще. На каком языке вы разговариваете... Дети разговаривают с русскими бабушками и дедушками? На русском. Я всегда разговариваю с ними на русском, только на русском. Муж разговаривает только на английском. А вот, ещё есть у нас... А вы мультики смотрите на каком языке? Мультики, мультфильмы. Ой, чуть-чуть зависла, Наташа, чуть-чуть зависла. Вы слышали вопрос, на каком языке дети мультики смотрят? Нет, спросите, пожалуйста, пропала связь. На каком языке дети смотрят мультики? И на русском, и на английском. Иногда одни и те же мультики смотрят и на том, и на другом языке потом. У вас был с ними разговор о том, что мама одного цвета, а папа другого цвета? Они не спрашивают, почему это, да? Они как-то это воспринимают как данность. Но они комментируют, конечно, что мама такая, папа такой, мы такие. И если они кого-то встречают такого же цвета, как я, да, в городе, они приходят и говорят, мама, мы видели тётю, похожую на тебя, там. А если видят, ну, начинают там разговаривать с ними, говорить им, что вот мы из России. И откуда вы там, вот, дядя из Америки, а мы из России, они ему говорят. Скажите, в Иране есть русская община? Я объясню, почему я задаю этот вопрос. Много лет назад мы с мужем поехали в Сенегал. И так получилось, что в аэропорту нас не встретил человек, который нас пригласил. И мы стояли в совершенной растерянности. И я по-русски говорила мужу, что надо садиться и улетать обратно. И тут какой-то прохожий, а Сенегалец говорит, вы говорите по-русски. Вы русский? Ой, поехали, мы сейчас, у нас тут община. Мы изучали русский язык в институте. Нас просто взяли на по-русски, запретили жить в гостинице. Мы переходили из дома в дом, 10 дней провели. А потом, когда мы собирались возвращаться, они говорят, как возвращаться? А рядом с острова Зеленого мыса. Теперь мы летим туда. И поставили туда. То есть мы пошли по рукам. Вопрос, много ли смешанных пар в Гане? Вы знаете, много, достаточно много. Я не могу сказать, что есть прям такая скрепленная, да, сплоченная община. Как в некоторых странах есть там школы, русскоязычные препосольства, там что-то такое. У нас нет. Но мы поддерживаем связь, общаемся. Даже в нашем городе вот такие русскоговорящие пары, ну, 2-3 семьи есть. Хотя у нас город небольшой, мы в провинции живем. А в столице, там, в крупных городах их много. И вот даже на Новый год мы уже планируем новогодний праздник для наших детей. Я уже собираюсь ехать в столицу со своими детьми, вот со всеми встречаться, общаться. Расскажите, как вы будете праздновать Новый год? Ну, елки-то у вас не будет. Вы пальму наряжать будете? Ну, скажу так, что первый год мы нарядили банановую пальму, да. Потому что не смогли найти елку. И так делали вот у мужа в детстве, да. То есть мы взяли, выкопали там ее во дворе, домой поставили, там, как что-то повесили. Большой минус, что они стоят недолго. Они быстро чахнут, да. И она уже так под конец падала у нас практически. А потом на следующий год елки быстро закончились в нашем супермаркете. У нас тут один такой супермаркет есть. И я тоже там что-то симпровизировала. А потом мы поехали уже в столицу, купили искусственную елку, купили полностью для нее украшение. И потом елка будет. Ощущения очень странные, конечно, когда на улице там 35 градусов, тепла, солнце. А у нас Новый год. Но создаем себе настроение. На самом деле здесь под Новый год наступает такой засушливый сезон. Это прохладные ночи, очень сухо, ветер такой дует, пыльные сахары. И, ну, много минусов в этом сезоне. Но он тоже, вот уже со временем, я уже, ощущая, да, эту погоду, я уже чувствую, ну, Новый год скоро, Рождество. То есть какое-то такое ощущение создается праздничное все равно. Ну, перестраиваешься. Скажите, вот дом, понятие дом. После 10 лет где у вас? В Санкт-Петербурге или в Ганне? Вот я осенью ездила в Санкт-Петербург, ездила одна, без мужа и детей. И у меня были крайне странные ощущения, что, с одной стороны, я дома, я с мамой, да, я здесь, но прям мое сердце, вот оно там, оно с детьми и с мужем. И меня это чувство разрывало, да, психологически, что, с одной стороны, как здорово, что я здесь одна отдыхаю с мамой, а с другой стороны, как они там. Вот, поэтому я скажу, что у меня два дома, наверное, так. Иначе никак. Он и там, он и здесь. А сны на каком языке вам снятся? Чаще на русском, но бывает на английском тоже снится. Уже так долго на английском не общались, что бывает и такое. Знаете, когда я сказала свекрови, что буду с вами разговаривать и спросила, а что бы ей интересно было бы узнать, она сказала, ой, бедненькая, что же она не подумала об образовании своим детям, что же она не возвращается. Очень популярный вопрос. Вот этот вопрос вам никто не задает? Мои подписчики задают мне его постоянно. И говорят, что, ой, ну ладно, ты сама, ну как же ты о детях не подумала, бедные, несчастные, в такой глуши там и так далее. Но на самом деле мой муж учился точно так же здесь в Гане, и у него хорошее образование и эрудиция, да, он интеллигентный человек, который слушает оперу, там, начитанный и так далее, да. То есть я не вижу в этом проблемы, ну, главное, были бы деньги. Если есть деньги все-таки на образование, то его можно получить где угодно. В Гане неплохие школы частные, есть неплохие университеты, правда, большой конкурс в эти университеты обычно. Но у моих детей есть большое преимущество все-таки, что в любой момент они могут поехать учиться в Россию. Ну и получив образование здесь, да, зная английский и так далее, они могут учиться где-то еще. Ну, старшему 7 лет, пока еще этот вопрос на паузе, да, то есть мы еще смотрим. Но когда он станет остро, да, я думаю, что возможности будут. А какое у них гражданство, если не секрет? У них два гражданства, да, говорят, двойное нельзя в России иметь, два гражданства. У них российское и ганское. То есть, в принципе, у них нет никаких проблем, им виза не нужна для въезда в Россию? Сейчас не нужна, да. Мы первое время оформляли им вид на жительство, потому что все-таки старшие родились в России, да. Вот, но сейчас мы им уже полноценно оформили гражданство, у них два паспорта есть. Скажите, что вас больше всего потрясло, когда вы приехали в Ганну? Вот я скажу, когда я приехал первый раз в Замбию, я была... Когда я первый раз в Замбию приехала, меня потрясло вот эти вот магазины потрясающие. Да, 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 я слушаю, немножко связь прерывается, поэтому извините, если перебила. Да, да, да. Что вас потрясло? Вы знаете, настолько это было много впечатлений, что выделить что-то одно, что меня больше всего потрясло, просто невозможно. У меня такое чувство было, что я прилетела на другую планету, просто на Марс, вот, я на Марсе. Причём мы прилетели зимой и улетали из такого вьюжного, холодного Санкт-Петербурга, прилетели в жаркую вот эту Ганну. И спустя две недели мне позвонила с работы моя коллега, у неё были вопросы, потому что я оставила работу свою, да, в отпуске была. И у неё были какие-то вопросы по работе, и я разговаривала с ней по телефону, у меня было такое чувство, что я разговариваю с другой планетой. Просто для меня настолько это было далеко, и настолько необычно была здесь жизнь, атмосфера. Ну что, приведите пример, вот что вас поразило. Ну вот, например, вы в своей книге пишете, что вы научились есть суп руками, или теперь я подаю вещи только правой рукой. Это что такое? Да. Ну, скажу так, что у них такая кухня специфическая, подаётся такой большой густой супом мясным, и ты рукой отщипываешь, да, отламываешь кусочек этого гарнира, черпаешь им, там, макаешь его в этот суп и вот так вот ешь. Конечно, это было удивительно, но я так ела уже в России. Я же с Франком общалась уже почти два года до этого, и он готовил подобные блюда, поэтому я уже была тёртой калач. Я уже и к петцу была приучена, и к вот такой манере еды более-менее, да. Вот, не знаю, просто само ощущение, что вокруг одни темнокожие люди, что ты идёшь по улице, и все на тебя смотрят, да, ты реально белая ворона, да, ты выделяешься. Потом меня поразило, вот ещё могу сказать, что меня поразило, что многие люди просят денег, да, останавливают себя на улице, Франка останавливают, и даже просто люди в окружении его, они поставили, это копеечка, да, но там и Франк им давал. Это даже первый раз произошло вообще. Так, мы ждём, мы ждём Наташу, Наташу. Сейчас, друзья, имейте терпение, пожалуйста, может быть, я сама сейчас её вызову, сейчас я сама её вызову. Так, с Акадой. Вот, вызываю, вызываю. Сейчас, терпение у нас сейчас всё будет. И я ожидаю Наташу с минуты на минуту. Вот мне говорят, ожидание, мы ждём. Трудно, конечно же, всё-таки Гана, это вам не с Санкт-Петербургом разговаривать. Слушайте, я помню, когда мы приехали в Африку первый раз, у меня было такое ощущение необычное, всё понравилось. И климат, и еда, и всё было прекрасно. Я приехала на родину к своему отцу, на остров Занзибар. Но желание остаться у меня не появилось. Хотя все пишут, Наташа не может присоединиться. Почему не может? Сейчас мы узнаем, почему не может Наташа присоединиться. Почему не может? Почему не может? Нет невозможного для образованных людей. Сейчас мы это организуем. Я ещё раз отправляю запрос Наташи. Ну так вот. И вот удивительно, что я не смогла бы остаться там. О, Наталья, вы прекрасно, я вас прекрасно вижу. А вы меня видите? Да, да, Елена, всё прекрасно, я слышу. Вы меня слышите? Вот, опять начинают посылать эти сердечки, поэтому я отключаю комментарии, чтобы не было сердечки, нас не сбивали. Ну так вот, к вопросу о шаманах и колдунах. Рассказывайте. По поводу шаманов. Вот я говорила, да, что здесь где-то 80% ганцев крестьяне. Но при этом все они верят во всё вот это, да, в магию, в шаманов. И многие из них, несмотря на то, что они ходят в церковь, они... Такие истории я слышу постоянно. Я не знаю, я не могу точно сказать, да, насколько это верно. И правда, насколько это действительно произошло. Но, по моему опыту, ну, 90% всего этого идёт от необразованности, скажем так. То есть люди видят какие-то вещи в своей жизни и находят им сверхъестественные... Какие-то указания, там, иди, убей курицу, там, послыть колью, я не знаю, залей там какой-то водой специально. Я думаю, ну, какие-то такие указания, да, то есть это не прямо кукла, там, с иголкой, как это показывается в голливудских фильмах, но какие-то вот такие, да, процедуры. И люди действительно верят, что это работает. Но больше даже не верят, что, ну, вот, например, будет человек, да, всё у него было хорошо, успешно, и, думаю, да. Потом он заболел и умер. Ну, предположим, да, и все его родственники и знакомые скажут, вот, вот, его убили, кто-то его проклял. Да, или был там человек, уехал в Европу, да, работал, вдруг с ума стал сходить. Вот у мужа брат, да, что-то с ним случилось. Он работал там в Испании, вдруг что-то у него пошло не так, он был вынужден вернуться в Ганну, жена его бросила, ну, и, в общем-то, вот он живёт с мамой, такой неполноценный, да, скажем, член общества. И все говорят, вот его покины, вот верят в эти люди. Но я считаю, что были какие-то другие причины, о которых, скорее всего, не знаю, если я, да, которые повлияли на его психическое состояние, там, психологическое. Но люди вокруг, они ищут именно такое объяснение. Объяснение. Скажите, а вожди есть, вот, играет ли роль вожди племени? Вождей много, они существуют, действительно. И они существовали до колонизаторов, до того, как колонизаторы, да, установили свою власть на территории. И они существуют до сих пор. Существует в Ганне президент. Ой, что же нам делать? Местное самоуправление. То есть в каждом городе, в каждой какой-то территории есть свой король, свой вождь. У него есть свита. Они полностью выполняют, там, какие-то предписания, которые диктует традиция, да, наряжаются вот в это свое облачение, носят, там, особые головные уборы, там, скипетры и так далее. Они существуют параллельно правительству, да, они смотрят, как дела, там, у их территории. То есть это такое местное самоуправление. Но юридически они не имеют никакую силу, да? Ну, юридически, как бы, по бумагам, наверное, нет. Но у них власть огромная, на самом деле. То есть за ними люди. И вот, например, у нас сейчас выборы грядут, да? Ой, Наталья, я боюсь, что мы так не можем продолжать эфир. Наталья, ну, что-то вот прям совсем не получается. Вы опять, вы зависаете, зависаете. В последнем городе королева-мать объявила, что если вот сейчас перед выборами в их городе не построят дороги, то ни она, ни ее свита, никто из людей города не явится на выборы. Да, то есть, казалось бы, выбирают президента, там, и министра в парламент. Но вот она сказала, что мы не явимся на выборы. И что вы думаете, пригнали катки, там, экскаваторы, так далее, строят им дороги. И она вышла со всеми своей свитой, да? И она устроила парад по городу, посмотреть, что, как, люди ее, там, чествуют, да? Она вышла победителем из этой ситуации. То есть класс у них реально очень большая. Скажите, а у вас матриархат или патриархат? Вообще в Гане традиционно матриархат. В том плане, что наследование престола, да, наследование титулов идет по женской линии, по материнской. И вот, например, мои дети... Так, сейчас скажу, как... Так, к Франку ближе не его собственные дети, а дети его сестры. Ну, вот это традиционно так. То есть они часть его семьи. Дети его сестры. А наши дети как бы часть моей семьи. То есть идет вот эта вот передача по женской линии. И наследие престола. То есть вроде как есть вождь, он мужчина. Как тяжело. Ой, как тяжело. По сути, по своей, общество патриархальное. То есть в семье главный муж, да, женщина все-таки занимает такую позицию, как хранительница очага. Мужчина-добытчик. То есть все-таки в семье больше такие патриархальные устои. Но при этом в Гане очень много предпринимательниц женщин, политиков женщин, там, постаров, лидеров. То есть женщины занимают такие предпринимательства. А у вас дома кто распоряжается деньгами? Кто принимает такие основные решения? Сложный вопрос сейчас. Потому что вообще мы все основные, такие главные решения принимаем совместно с мужем. Но есть решения, которые он принимает сам. Есть решения, которые я принимаю сама. Есть средства, которыми руководит он. И я как бы не вмешиваюсь. То есть он может своим родственникам там деньги отправить и так далее. Я могу даже об этом не знать. И я предпочитаю об этом не знать, если честно. Если он может это сделать, да, без ущерба для нашего семейного благосостояния. Пусть делает, пусть я даже не знаю об этом. То же самое и я. Есть какие-то средства, о которых он даже не знает, и он туда не вмешивается. Но основные решения мы принимаем совместно. Вообще у нас такая нестандартная, да, может быть, для Ганы семья. Потому что мы все делаем вместе. В Гане есть какие-то обязанности, которые делает только женщина, да, там, готовит, посуду моет, убирает. Мужчина даже на кухню, может быть, не зайдет. Вот. Но у нас семья такая, что все делаем вместе, и нет такого разделения. Наверное, современных теми их во многих все-таки. Скажите, а деньги у вас, у каждого своя кредитная карточка, или просто у вас один общий счет? У меня российская карта. Я в основном здесь ей пользуюсь. Вот. У Франции есть своя карта. Вот. И я там приблизительно знаю, какая там сумма, да, но как бы вот это сканально. Мы даже не знаем, как дела обстоят. То есть так вот раздельно ведем финансы, но при этом цели какие-то общие, и решаем на перспективу, да, какие-то решения, принимаемся вместе. Ну, хорошо. Свободно. Скажите нам какой-нибудь рецепт ганской кухни. Это сложно сделать, потому что большинство продуктов, которые они здесь используют, их невозможно найти в России. И вот основные блюда, которые, когда я описываю, люди даже не могут себе представить, потому что ингредиентов нет таких, мы с ними не сталкивались. Но вот могу привести пример джолов, рис джолов, очень популярный в Западной Африке. Это их аналог плова. Готовится очень похоже на наш плов, но вместо мяса, да, плов в наш, они добавляют порошок креветок, сушеную рыбу и добавляют много томата. Поэтому он такой более насыщенный по цвету получается, с таким привкусом рыбным, в морковку туда не идёт только. А так вот очень прям похож на наш плов, их местный рис. А я пробовала в Африке блюдо с арахисом, с маслом, сделанным из арахиса. Вы такое делаете? Мы тоже есть. Вот они готовят арахисовый суп с рыбой, могут с курицей приготовить. Ну, вот вкусно, вкусно, мне нравится. Хотя для нас необычное блюдо, да, у нас как-то, мы больше из Америки, наверное, адаптируют. Наталья, а что вы готовите дома? Вот вы готовите ещё курицу, вы борщ готовите, да? Что вы там готовите? Пельмени, вот вы у себя дома. Я к ней очень хорошо отношусь. Вот, её любят муж, дети тоже любят местную кухню ганскую. Я часто там готовлю завтраки, ужин. Что-то прям традиционное русское, ем это только я. Поэтому, если я готовлю, готовлю что-то нейтральное такое. С пагеткой, что-то с рисом. Здесь, в ряда, все с рисом. Что-то нейтральное. Но они любят местную кухню. Вот мне кажется, если бы им поставить выбор, да, между русской кухней ганской, они любят ганскую. Но они здесь живут, они здесь ходят в школу, да, они едят эти блюда, им это привычнее. И суши, суши любят, которых у нас нет, не найти. Почему вы назвали свою дочку Леной? Мне Лене очень интересно. Вы знаете, Лена, многие мне говорят, что вот у вас у всех мальчиков иностранная имена, а у одной Лены русское имя. Мне как приятно, что вот у девочки русское имя. Ну, парадокс, что ее единственную мы назвали в честь ганских родственников. Мою свекровь зовут Хелина. Да, и муж очень хотел назвать свою дочку в честь нее. Он мне только позволил одну букву убрать из имени первую, да, H там, H, и получил с нас Елена. Вот, так что вот в честь мамы и мужа. Наталья, вы, извините, ради бога, я бы столько еще вопросов вам задавала, но реально очень плохая связь. Вы постоянно зависаете. Очень тяжело говорить в таком режиме. Вводит меня вот интернет. И местный Wi-Fi получается не очень хорошая, и мобильный интернет, к сожалению. Не получается. Слушайте, я по-любому хочу пожелать вам всего самого-самого доброго. Счастья вашему мужу, вашим детям, благодарность вашим бабушкам и дедушкам с обеих сторон. И будете в Москве, звоните, меня легко найти. Приходите. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.